Ну а может быть, может быть, может быть, я не знаю, да простят меня все поклонники фестиваля Аутлайн, может быть они просто чудаки на букву М? Нет, ну нет. Просто продолбали сроки? Ну нет, конечно, просто нет, да, это не какие-то подростки, которые первый раз решили рейт устроить. Ну, ты знаешь, эти подростки, эти подростки сегодня весь день обещали нам, что они придут в эфир, или даже хотя бы выйдут с нами на связь и ответят на вопросы, и за час до этого делают наихудшие из всех возможных пиар-решений. Они просто сливаются в тину, и их не найти. Но вот ты можешь, ты за годы своей работы, будучи главным редактором издательских домов, продюсером фестивалей, ты можешь себе представить такое поведение со стороны какого-то человека, артиста, организатора, или вообще просто ответственной личности? Как это возможно? Нет, я могу себе представить, что есть люди, которые за вот эти самые годы как-то научились разговаривать с людьми и отруливать подобные ситуации, а есть люди, которые в такой ситуации впадают в ступор и не понимают, что сказать. Им кажется, что любое их слово потом будет использовано против них, что дальше уже никакая префектура и никакой департамент, и никакие пожарные никакого разрешения не дадут ни на что. Их еще явно пугнули в последний момент, что если кто-то у вас появится, мы вам пришьем статью за несанкционированные митинги. И я представляю, сколько там денег в это вложено и сколько усилий пришлось потратить на то, чтобы просто всех музыкантов отправить по домам и отдать им аппаратуру соцепленного здания. Я думаю, что люди просто находятся в состоянии некого нокдауна и боятся что-либо говорить. Ну, так бывает. Понятно. Люди опытные в организации мероприятий, но не очень опытные в том, как дальше обставлять правильными словами свои такие форс-мажорные проблемы. Продолжение следует...